за последние пару дней посетил несколько соревнований вот на этой вот прям арене которую сейчас вы видите наши теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина выиграли золото а вот там вот дальше виднеются арены под названием там кариоко-1 кариоко-2 вот там как раз на арене кариоко-3 наши очень здорово фехтовали выиграли аж 4 золотые медали в программе фехтовальщиков и свидетелем двух из этих золотых медалей я тоже стал вот мы видим горы вдалеке здания здания дома и там в той стороне тоже горы и дома здесь у нас олимпийские объекты и вот вся эта большая зона олимпийская она огорожена и огорожена она для того чтобы сюда на машинах не заезжали всякие криминальные элементы на каждой машине если ты здесь живешь в этой зоне должна быть специальная наклейка если эта наклейка есть тебя сюда пустят или же аккредитация специальная для официального транспорта олимпийских игр если такой наклейки или аккредитации нет въезд сюда запрещен может быть поэтому тут безопасно и все проходит под нашим любимым девизом но у криминалити пока грабителей слава богу я не встречал будьте здоровы сейчас я иду в олимпийский парк сегодня наши выступают снова в спортивной гимнастике претендуют на медаль а вчера я был в русском доме и общался с сергеем лукьяновым сожалению заснять на видео не получилось поэтому расскажу вам так сергей лукьянов это петербуржец ему 60 лет он поставил себе задачу пешком обойти весь земной шар и вот так вот как я сейчас иду и как люди идут он проходит по 50 километров в день и за последние чуть меньше чем полтора года получается он дошел пешком от петербурга до рио-де-жанейро сейчас он улетел в африку и собирается продолжить свой путь значит что меня поразило спит он поскольку денег у него нема спит он в основном во всяких водосточных трубах под мостами где-то еще там под кустами главное чтобы было безопасно чтобы его не убили питается любит очень кока-колу пить потому что там много сахара для энергии хорошо любит есть растворимую лавшу всякие дошираки и прочее разводит их даже в холодной воде чем такой мировой мужик проходит в день по 50 километров правда здесь он прибыл сюда и как-то вот не был восхищен всем тем что здесь вокруг происходит вроде он ждал какого-то такого праздника особенного такого прям чего-то восхитительного он не видит плюс к нему как-то отнеслись тут так но он ждал что его будут с почестями встречать может быть помогут дадут денег поскольку между континентами он пешком идти не может ему нужно летать но вот как-то его приняли достаточно холодно жил он здесь в православном храме потому что на улице здесь спать опасно могут убить его уже и так в латинской америки грабили три раза вот кстати доказательства что действительно много приходится здесь ходить 25 928 шагов 13 августа я прошел это 18 километров это конечно меньше чем проходит ежедневно сергей лукьянов но тоже ничего результат на каждой олимпиаде есть так называемые pins коллектор это не те коллекторы которые у нас в россии избивают людей а коллекционеры значков коллекционеры и продавцы они продают значки с разной олимпийской символикой за разные годы с разными национальными принадлежностями вот такие вот датчики продают чего-то значков с русской тематика я здесь не вижу по цене один значок стоит 20 риалов три значка что 50 риалов 20 риалов это примерно 500 рублей have you got pins with pokemon maybe pikachu no i don't have now and with simpson simpson yeah i don't have no and how you got with the russian sim russian flag russian team sorry my да чего-то продавцы значков меня не очень впечатлили у одного американского продавца я спросил сколько будет сколько будет стоить если я куплю 5 значков и он так долго это все считал думал думал умножал своей голове ничего не мог умножить а там же элементарно 20 умножить на 5 равно 100 но минус скидка какая-то в итоге предложил он 70 реалов за значки пока я отказался подумаю еще американский продавец очень хитрый он не меняет значки как другие некоторые не просто продают но и обмениваются с людьми а этот только продает значит для него важны только деньги а не идея это плохо похоже я обнаружил самый непопулярный вид спорта на этих олимпийских играх пустующий пресс-центр а между тем в эти минуты идет борьба за золото в прыжках на батуте вот люди обленились стоят в очереди на лифт а ведь тут лесенки есть можно по лестнице подниматься спокойно пошли 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 а там уже наши в гимнастике золото завоевывают наверное или еще какую-нибудь другую медаль сейчас закончить свое выступление бразильский гимнаст включайте шумометр навигации тут вообще есть определенная проблема далеко не все волонтеры говорят на английском языке далеко не везде есть таблички поэтому мне сейчас нужен павильон 6 где проходит бокс а таблички только о том что павильон 1 2 3 4 и 5 а где 6 я не знаю сейчас найду как-нибудь судя по данной надписи чтобы войти в медиа-центр на боксе нужно пройти сквозь вот эту стену ну что ждать сурово сурово как раз как и нужно в боксе интересно вот и наконец-то попал на бокс где через полчаса начнется золотой бой российского боксера тищенко слышите это тут на боксе какая-то египетская барабанная сила боксер на ринге и вот как шумят египетские болельщики как бы мог подумать что россию освистают не американцы не кто-то другой из западного мира а братья казахи я спросил у казахского журналиста почему он считает что тищенко победил не совсем честно ответ был примерно такой да потому что он четко по жизни день сегодня получился очень удачным мы с вами увидели медали а блязина в гимнастике целых две победу нашего боксера тищенко поэтому продолжайте смотреть наш канал подписывайтесь на него и читайте репортажи из рио на сайте sports daily.ru все пока до встречи